Всем Маткульт привет! Рубрика у нас есть такая, называется «Читаем Шиняя Верещагина». Что-то мы ее запустили, а это нехорошо, это нехорошо, потому что человек, который эту книгу прочел даже на треть, он уже на самом деле находится на очень высоком культурном математическом уровне, и это всем категорически рекомендуется сделать, на этот уровень подняться, и мне в том числе. Поэтому я вместе с вами буду читать эту книгу. Итак, мы остановились, здесь внизу в описании к ролику вы увидите ссылку на предыдущую, последнюю запись этой рубрики, и на все видео этого плейлиста, чтобы вы, те, кто у нас здесь за это время, я думаю, что появилось две трети нынешних подписчиков канала. Поэтому все, кто по-новому появились, или все, кто забыли, что это когда-то было, надо пересмотреть предыдущие пять или шесть, сколько там было их. Так вот, остановились мы задачи номер 31, которая на странице номер... ну здесь она 16, у меня она была 18, это книга чуть большего размера, короче. Вот, задача, докажите, три сферы задачи, докажите, что любое семейство не пересекающихся интервалов напрямой, конечна или счетна. Вот прямая, а вот интервалы, и они не пересекаются. Могут накапливаться там как-то. Ну, собственно говоря, в книге дана указивка на то, как это делать, указания. В каждом интервале найдется рациональная точка. В самом деле, каждый интервал имеет какую-то конечную длину, да, и пусть она даже очень-очень маленькая, но какая бы она ни была, она больше нуля, и, соответственно, существует натуральное число n, такое, что одна n-ная меньше, чем эта дельта. Вот, ну и это следует из аксиома Архимеда вещественных чисел. Ну и, соответственно, если я запущу, вот у меня этот интервал под микроскопом, да, если я запущу сетку по одной n-ной, то из этого условия будет следовать, что мы не можем перепрыгнуть через весь интервал целиком, потому что вот эта вот сетка имеет расстояние между соседними точками как раз одну n-ную, и если бы мы перепрыгнули, то дельта была бы, значит, дельта была бы, ну, меньше, чем одна n-ная, раз отсюда сюда сразу, а по условию наоборот. Значит, какая-то одна n-ная попала в интервал наш, и, следственно, для любого интервала существует рациональная точка. Ну и если мы выберем произвольную рациональную точку в каждом из интервалов, в каждом из интервалов, то понятно, что из множества интервалов получилось вложение множества рациональных точек, потому что по условию интервалы не пересекаются, а значит, выбранные точки все различны. Поэтому мы указали внутри рациональных чисел некоторое подмножество, которое равномочно множеству всех нарисованных интервалов, рассматриваемому. Ну, подмножество рациональных чисел счетно, потому что сами рациональные числа тоже счетные. Ну, может быть, подмножество конечно, но тогда, значит, это конечное количество интервалов. В общем, так или иначе, все доказано и решено. Это была задача номер 31. Саша Шейн! Я правильно решил? Теперь поехала задача номер 32. Ну, давайте здесь ее. Тикс 32. Ну, я, понимаете, я сходу сейчас читаю, потому что я давно уже эту книгу не открывал. Поэтому извиняйте, если я неправильно буду решать или буду долго думать. Изучаем вместе, да? Пункт А. 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 Докажите, что любое множество не пересекающихся восьмерок... Ну, Шейн, ты загнул. А может, Верещагин загнул. На плоскости конечно или счетно. Множество не пересекающихся восьмерок. Восьмерка объединения двух, касающихся окружности любых размеров. Ну, то есть вот восьмерка это снеговик. У нас зима же. У нас опять зима. Снега идут кругами. Снега идут кругами. Помните у Щербакова, да, песня? Так вот, это снеговик. Плоский снеговик, двумерный. И у нас есть множество не пересекающихся снеговиков. Так, не пересекающихся... Ну, вот что интересно. Я не понимаю, возможно ли вот так. Здесь это было невозможно. Интервал это интервал. Это множество, так сказать, вот такое вот. А здесь восьмерка имеется в виду. Вот здесь Саша! Эй, Саша! Непонятно из условий, восьмерка это все-таки вот это или это. Ну, вообще формально восьмерка это объединение двух касающихся окружностей. Но окружность это не круг. Значит, допускается вот такое. Ну, ребят, здесь надо подумать. То есть, почему-то оказывается, что вот эта ситуация накопления... Накопления, да, в каждом... В каждом... Внутри каждого я могу нарисовать еще сколько угодно, да. Внутри каждого по две, внутри каждого еще по две. И, тем не менее, как бы я их ни нарисовал, их будет счетное количество. Очень интересно. Очень интересно. Что-то я как-то даже... Ну... Почему же так? Но что не пересекаешься окружностей, конечно же, может оказаться несчетным. Но вы понимаете, да, что здесь задача, ну, как бы задача совершенно не очевидна, потому что окружности, вот я... Ну, понятно, ну, континуум окружностей с данным центром уже. Вот, то есть, здесь какой-то прикол. Почему это, если я нарисовал, значит, не пересекающиеся эти самые восьмерки, то получается, что я конечное несчетное множество задал. Так. Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Ну, конечно... Хм... Хм... Я, короче, не знаю, как это решать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я что-то не понимаю. Эй, Саша. А, Саша? Почему это так? Есть как надо подумать. Что тут может быть, да? Что тут может быть такого? Какой-то вот, да, почему-то мешает тут восьмерка, да? Нет, ну, тоже надо сопоставить что-то. Какие-то рациональные... ...точки, да? Ну, а что рациональные точки? У меня... Так. Стоп, 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 стоп. Стоп! Стоп! Я придумал решение. Да, я придумал решение. Шень, ты можешь мной гордиться. Я решил твою задачу. Итак. Я каждой восьмерке ставлю в соответствие два рациональных... Четыре, короче, рациональных числа. То есть я беру для каждой восьмерки две рациональные точки, то есть точки с рациональными координатами, и записываю их одну за другой. Ну, то есть R1, R2, R3, R4. Вот что я делаю. То есть я каждой восьмерки сопоставил две точки полностью с рациональными координатами, ну, тем же методом, как и раньше, можно легко доказать, что, естественно, существует. Но при этом мне нужно, чтобы одна была внутри одной головы снеговика, другая, другой... Ну, внутри другой, которая ее задница. Ну, в смысле, понятно. Снеговик состоит из как бы тела и головы. В голове восьмерка... В голове ищем рациональную точку и внутри тела ищем тоже рациональную точку. Значит, соответственно, каждой восьмерке каждой восьмерке ставится в соответствие четверка рациональных чисел. И теперь я утверждаю, что невозможно, чтобы двум разным восьмеркам соответствовать одна и та же четверка. Да, это невозможно. Это невозможно, потому что нельзя представить себе две непересекающиеся восьмерки, чтобы... Ну, понятно, да? В общем, дальше очевидно. Ну, вот так не может быть, да? То есть, непересекающаяся, она либо... Она либо целиком внутри здесь лежит, либо целиком внутри здесь. В обоих случаях это будет... Ну, ясно, что две такие точки не могут быть. Либо целиком вот так. В общем, ну, да, я не знаю, нужно ли это строго доказывать, но кажется очевидным теперь, что это взаимно... ну, взаимно однозначно. Это вложение. Ну, то есть, мы вложили любое множество восьмерок, восьмерки, любое множество нарисованных восьмерок, мы вложили в Q четвертый. А оно счетно. Да. Ну, круто, кстати, красиво. Я не знал. Или забыл, не знаю. Как обычно, я могу знать, я могу забыть. так. Пункт B. Сформулируйте и докажите аналогичное утверждение для букв T. буквой T называется вот такая хрень. И оказывается, что утверждает Саша Шень, что нельзя нарисовать континуальное множество букв T на плоскости. Вот. Ну, да. Так. Ну, будем думать. Да, это интересно. Ну, наверное, чем-то подобным надо заняться. Раз здесь была эта идея, раз это пункт. Вот смотрите, как бы подсказка должна быть такой, что это пункт той же самой задачи, а значит, логика здесь примерно та же. То есть, здесь должно быть что-то в районе выбора рациональных точек каких-то. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сопоставить буквой T так, чтобы ни в коем случае не получилась одинаковость, да, одинаковость этих наборов. Равносторонний треугольник вот такой. Я сопоставлю ее и все. Ну, не равносторонний, нет, не равносторонний, просто треугольник. Ну, в общем, я возьму вершину, отступлю там не более чем на одну десятую вот этой длины снизу, не более чем на одну десятую вот этой, извините. Итак, треугольник устроен так. Одна точка находится чуть-чуть выше этой линии, ну, где-то в районе вот этой вот палки гриба, ну, и там не больше чем на одну десятую от этой длины, например, наверх, а это тоже не больше чем одна десятая вправо и влево, но снизу. Вот, и они все три рациональные. И тогда кажется, что нельзя придумать, чтобы совпали эти три точки, да, особенно упорядоченные, да, там, как бы, над, вниз и вверх. Ну, даже, по-моему, и неупорядоченные не могут совпасть, да, то есть, буква Т, если представить себе, что вот, вот, еще у какой-то буквы Т ровно те же самые три точки, ну, мне нужно нарисовать ее, чтобы у нее две там были ниже, не сильно ниже, и третья с другой стороны, ну, вроде, очевидно, что они пересекутся, и все, да. Ну, кажется, все, да, вроде решение построено. Ну, вот, удивительная, да, задача, вроде все ясно, но вот строгого доказательства этого факта, конечно, я не понимаю, как провести просто, то есть, ну, визуально совершенно очевидно, что любое нарисованное множество Т-шек, из этих Т-шек, Т-шки, любое нарисованное множество Т-шек вкладывается в кул в шестой тем сам степени, и, соответственно, рационально. Ну, вроде так, но Саша Шень будет, посмотрит это видео, и оценит его, скажет право, правильно я сказал или нет, и как это строже можно сделать, а может это и не нужно строже делать. Ну, а завершая этот, значит, выпуск наш, давайте я сформулирую следующие две задачи просто, чтобы вы их сами решили. 33 богатыря в помойке ищут 3 рубля, а ихний дядька Черномор давно уже десятку спер. Вот, ну, а в завершение мы формулируем на конкурс наш задачу для домашнего самостоятельного решения. Конкурс за волшебное пустое множество. Вот, итак, конкурс за волшебное пустое множество. Задача 33. Докажите, что множество точек строгого, локального, максимума любой функции действительного аргумента конечна или счетна. Ну, у синуса явно счетна. Ну, а у минус х квадрат конечна и состоит из одной точки. Иногда может быть ноль, пустое множество точек, точнее. Так, ну вот, вот так. Да. До встречи на этой рубрике Маткульт.Привет! Маткульт.